Всем привет, друзья! Приветствую вас на своём канале Жизнь на юге Англии. Сегодня у нас пятница, 10 мая 2024 года. И сегодня я хочу продолжить рассказ о Кейт Миддлтон, но и не только. Я хочу вам рассказать, что у нас происходит именно на данный момент в королевском семействе. Здесь накопилось столько новостей. Здесь Роял Фэмили, конечно же, бьёт все рекорды по каким-то тайнам. И чем больше они скрывают, тем больше интереса появляется. И знаете, пресс-служба Королевского дворца со всеми своими фейковыми новостями даёт всё больше оснований для беспокойства британских подданных, что происходит. Ну а так как я начала рассказывать вам, что происходит именно с Кейт Миддлтон, то я продолжу говорить сначала о ней. Помните выражение французское? «Шершеля фам». Ищите женщину. И вот вам, пожалуйста, вуаля! Мы эту женщину, кажется, с вами нашли. Это Роуз Хэнсбери. А точнее, Сара Роуз Чолмандели. Маркиза, британская перша, бывшая модель и бывший политический работник. Она замужем за Дэвидом Чолмандели. А почему я вам о ней начала говорить? Потому что, как вы понимаете, это именно та женщина-разлучница, с которой у Вильяма, как поговаривают давно, роман длится более двух лет. Но еще очень удивительный факт, что они дружили с семьями. И потому что Роуз и Кейт практически ровесницы. Кейт, как мы знаем, 42 года, а Роуз 15 марта исполнилось 40 лет. И вот впервые в 2019 году таблоиды начали сообщать, что Вильям изменял своей жене, которая тогда была беременна их третьим ребенком, с Роуз. Но в прессе и раньше просачивались такие, знаете, слухи о похождениях принца Вильяма. Кейт очень сильно реагировала на все эти его якобы измены. А тут, странным образом, Кейт не поверила. И она возмутилась вот таким вот нелепым слухом, потому что она предполагала, что она знает такую тихую и кроткую Роуз. Она знает ее прекрасную семью, ее детей и ее мужа. И что Роуз вышла замуж очень удачно. Тут надо сказать немного именно об этом. Так вот, Сара Роуз Хенбери в замужестве маркиза Чамли родилась в семье довольно известной и богатой, где не обошлось без благородных кровей. Бабушка со стороны матери по семейству Ламберт была одной из подружек невесты на свадьбе тогда еще принцессы Елизаветы в 1947 году. Вот на этой фотографии она вторая справа. И считалось, что замуж леди Роуз вышла очень удачно. Она вышла замуж в 2009 году, когда ей было 25 лет. Мужу на тот момент было 49 лет. Муж ее очень известный Дэвид Чалмандели, маркиз, лорд, великий камергер, королевы Елизаветы II с 1990 по 2022 год, потомственный пер, граф и потомок Ротшилдов. Согласно списку богатых людей за 2008 год, состояние Чалмандели оценивается примерно в 60 миллионов фунтов стерлингов. И также у него есть семейные резиденции Хоутон-Холл в Норфолке и замок Чалмандели, который окружен поместьем площадью 7500 акров, то есть 3000 гектаров. Говорят, что познакомились они с Роуз случайно и еще давным-давно, когда ей было 19 лет. Как-то никогда до этого скандала с Роуз и Уильямом никто особенно не интересовался жизнью этой пары. Но вот теперь, когда это все вышло на поверхность, конечно же, хотят все больше и больше знать, что да как произошло. Ведь на протяжении стольких лет лорд Дэвид и его жена Роуз Хэнсбери были постоянно на виду, постоянно с Royal Family на всех мероприятиях. Вот здесь мы видим это коронация короля Карла Третьего, и здесь опять они в качестве гостей приглашены. Ну и вот почему же так случилось, что произошел такой жуткий скандал. Как мы знаем и понимаем, леди Роуз ни в чем не нуждалась, а она сама аристократка высших кровей. Муж ее, Дэвид, еще более высокий, аристократ, по крови в нескольких поколениях. И они имеют трех детей, двух мальчиков-близнецов, которых Роуз родила через три месяца после свадьбы в 2009 году. В марте 2016 года у них появилась дочка Айри. На этой фотографии они выглядят счастливыми, а вот теперь все это разрушено. Роуз и Дэвид живут отдельно. Дэвид уехал от нее, переселился куда-то в другое поместье, как только узнал все эти слухи. Ну и здесь мы видим, что и Роуз Хэнсбери как-то не выглядит счастливой после всего случившегося. Говорят, что лорд Дэвид подал на развод после того, как узнал об измене жены. И еще говорят, что теперь он даже сомневается, его ли эта дочь Айрис. Что же касается принца Вильяма и Кейт, то о них уже давно говорили, что они практически несколько лет уже не живут вместе, не общаются, но только на публике встречаются и делают вид, что все у них прекрасно. А на самом деле уже давно то тут-то там появлялись слухи о том, что Кейт и Вильям разводятся. Говорят даже, что все эти сплетни о Гарри и Меган специально раздувались таблоидами, чтобы отвлечь внимание британских граждан от более серьезной проблемы между принцем и принцессой Уэльскими. И вот теперь так внезапно пропавшая Кейт Миддлтон, которую никто не видел, начиная с 25 декабря 2023 года и по настоящее время, все эти странные фейковые фотографии, которые появлялись в сети, это фейковое видео, где якобы Кейт, сидя на скамейке, рассказывала о своей болезни. Теперь уже известно, что это тоже была компьютерная графика. Детей Кейт и Вильяма также никто не видел в публичном пространстве уже более 4 месяцев. И если раньше это было как-то просто интерес у британцев и у всего мира, то теперь это уже вызывает более серьезное беспокойство, что случилось, что произошло в этой семье. Но и тут британцы стали вспоминать об очень странных событиях, которые случились на коронации короля Карла Третьего. Вспомните вот этого вот жнеца, непонятно откуда, взявшегося и появившегося в проеме, когда короновали Карла Третьего. Называют его жнец, но на самом деле эта фигура символизирует смерть, как и у нас смерть с косой. Потом это вдруг неожиданно испугавшаяся и вставшая на дыбы лошадь, которая врезалась в толпу и которая поранила одного из офицеров. Потом это странная, никак не одевающаяся корона, которую, в общем-то, должны были подогнать под размер Карла Третьего. Ну и вот эти падающие в оборок люди вдруг, офицеры, теряющие сознание, потому что целый день лил дождь, не переставая. И вот сейчас, 6 мая, первая годовщина правления короля Карла Третьего, она прошла вообще незамеченной. Утром были какие-то салюты, были какие-то военные почести, показали по телевизору, ну и также дальше рассказывали о жизни короля Карла Третьего, о его детстве, о его юности, то есть подняли какие-то исторические документы его жизни. Такое было впечатление, что Карла Третьего уже и в живых-то нет. Как будто рассказывали о каком-то уже историческом персонаже, понимаете? И опять же объяснили это тем, что король Карл Третий очень плохо себя чувствует, он очень слаб, и даже те мероприятия, которые хотели как-то в церкви там провести, какие-то встречи, все это не случилось. И заявили так опять в прессе, что король как бы отмечает годовщину своего правления в кругу семьи. Ну, а многие журналисты просто грубо написали, что Карл Третий опять отсиделся дома, ничего не объяснил своим подданным. BBC порадовала британцев новым сообщением о том, что появилась пятидесятипенсовая монета с изображением короля Карла Третьего и с надписью на латинском языке. Монеты уже начали печатать, но говорят, что они появятся в кошельках у британских граждан лишь в декабре этого года. Предполагается, что монет будет не так уж и много, потому что правление короля Карла Третьего ожидается быть недолгим. И поэтому монеты скорее всего станут раритетными сразу же. Это, пожалуй, единственная хорошая новость из всего, что я вам сегодня рассказываю, да, друзья. Поэтому я о ней, в общем-то, и сказала. Ну, а если продолжать говорить о здоровье Карла Третьего, то все больше и больше подтверждений того, что Карл Третий не доживет даже до конца этого 2024 года. И просочились слухи, что у Карла Третьего не рак простаты, как нам сообщали раньше, а рак поджелудочной железы, который, в общем-то, неизлечим. Король уже настолько слаб, что он не может просто физически выполнять своих королевских обязанностей. Кстати, здесь хочу кое-что пояснить для некоторых своих зрителей, которые мне в прошлом видео о Кейт Миддлтон написали очень много гневных сообщений, типа «Не лезьте в частную жизнь человека! Оставьте, пожалуйста, Кейт Миддлтон в покое! Что вы лезете? Как вам не стыдно?» Вот в таком вот роде, понимаете? Так вот, я хочу пояснить, если кто-то не понимает, что эта жизнь королевская, она совершенно отличается от любой частной жизни какой-нибудь продавщицы в супермаркете или обычного прохожего. И так как вся эта королевская монархия содержится на деньги британцев, на деньги налогоплательщиков британских, то они и хотят знать, что происходит в королевском семействе, что там среди монархов, какие новости у них. И они это имеют право знать, и они имеют право получать ответы на все свои вопросы. И вот именно потому, что сейчас пресс-служба королевского дворца темнит, виляет, постоянно путается, меняет свои какие-то показания. Вот, в частности, про Кейт Миддлтон. Сначала они говорили, что она через три месяца должна поправиться, потом сказали, что девять месяцев уйдет на ее выздоровление. Дальше они сказали, что она выйдет после Пасхи к народу. Пасха у них состоялась 31 марта, и вот прошло еще полтора месяца, и никто ни Кейт Миддлтон, ни ее детей так и не увидел. Сейчас то там, то здесь просачиваются слухи о том, что уже официально отменены все мероприятия, которые должна была когда-то в этом году посетить Кейт Миддлтон. До конца 2024 года Кейт Миддлтон нигде не появится на публике. Принц Вильям все мероприятия уже 4 месяца посещает один, и посмотрите, у него нет на руке обручального кольца. И принц Вильям очень странно себя ведет. Если у него вдруг кто-то спрашивает на встрече о самочувствии его жены Кейт, то он говорит, что у нас все в порядке. Кейт поправляется и сразу старается перевести разговор на другую тему или вообще уйти. Вы знаете, друзья, я ведь пытаюсь вам сделать выжимку из всех тех новостей, которые здесь огромным потоком обрушиваются со всех сторон на нашу бедную голову. И те, кто не интересуется, те, кто не следит, вообще не могут разобраться, что происходит. Поэтому и я тоже вместе с вами пытаюсь разобраться в происходящем. И поверьте, сколько негативной информации, сколько всего черного ужасного здесь тоже имеет место быть. Я, в общем-то, берегу вас, и я об этом стараюсь вообще не говорить. Я пытаюсь все-таки найти какой-то правильный путь для осознания того, что происходит. Но, вы знаете, это очень трудно. Вот опять же, если мы сейчас вернемся с вами к разговору о Кейт Миддлтон и о том, что с ней случилось, я не зря ведь вам начала рассказывать о Роуз Хенбери и об ее отношениях с Уильямом. И есть такие версии, что Кейт Миддлтон очень сильно переживала, ревновала, расстраивалась. И даже то, что Уильям ей грозил разводом, вот говорят, что у нее на фоне всего этого случился инсульт. Говорят, что Кейт Миддлтон старалась выглядеть худенькой, стройненькой, красивой, что она соблюдала какую-то строжайшую диету практически несколько лет голодала, жила только на бульонах и авокадо, и вот такой вот диетой она подорвала свое здоровье. И поэтому ее организм не справился с этой стрессовой ситуацией, и что она находится в очень тяжелом состоянии, в искусственной коме, и неизвестно еще сколько дней, месяцев или лет вот так вот она пролежит. Кто-то озвучивает другую версию, что якобы на Рождество между Уильямом и Кейт в результате выяснения отношений произошла какая-то ссора, на глазах у детей произошла серьезная потасовка, все это видели также и слуги, и вот после этого и детей теперь спрятали от публики, говорят, что уволили няню их, и говорят, что якобы с детьми сейчас работают серьезные психологи. Выдвигаются также такие версии, что с Кейт Миддлтон ничего не случилось, просто она забрала детей и переехала к родителям своим, не дает Уильям увидеться с детьми и шантажирует его таким образом. Я еще раз повторяю, что не хочу ничего придумывать от себя, а только озвучиваю версии, которые здесь поступают в огромных количествах. И вот, кстати, последняя версия, которая мне особенно понравилась, говорят, что Уильям так же, как и его отец, а еще так же, как и его дед, принц Филипп, точно такой же ходок. И он, скорее всего, действительно влюбился в эту леди Роуз Хэнсбери, кризис среднего возраста, опять же, и что он действительно решился таки на развод с Кейт Миддлтон, потому что Роуз Хэнсбери изысканная, тонкая, аристократка, а Кейт Миддлтон простолюдинка необразованная, ведь Уильям, в общем-то, насмехался над Кейт Миддлтон, он всегда называл ее леди Дулиттл, и, как говорят, даже в молодости, в студенческие годы, он-то, в общем-то, никогда толком и не ухаживал за Кейт. Просто Кейт очень сильно старалась постоянно попадаться на глаза Уильяму, постоянно она крутилась возле него, прилагала все усилия, чтобы ему понравиться, чтобы завоевать его доверие, и тогда даже, вы знаете, Кейт называли никак иначе, как Кейти Уэйти, что значит «ждушка Кейт», которая постоянно ждала Уильяма, он ее бросал, потом возвращался к ней, потом опять ее бросал, однажды, даже, по-моему, там прошло что-то три или пять лет между их вот такой вот размолвкой очередной, но Кейт его терпеливо ждала, и хотя она, наверное, понимала, что Уильям-то, в общем-то, даже никогда и не был в нее влюблен, не говоря уже ни о чем больше. Ну вот, тем не менее, вот такой тактикой постепенно-постепенно она дождалась того, чего хотела, стала женой наследного принца, будучи простолюдинкой. А вот что об этом замужестве и о самой принцессе Кейт думал принц Чарльз, отец Уильяма, что о Кейт думала королева Елизавета Вторая, мы с вами, друзья, обязательно узнаем в моем следующем видео. Ну а сейчас я хочу услышать ваше мнение по всему вышесказанному, что вы думаете о том, что произошло в королевском семействе, как дальше будут развиваться события. Я хотела бы услышать в ваших комментариях. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем всего доброго, берегите себя, всем пока-пока. Субтитры